Михаил Кольцов, консультант Всемирного банка в сфере анализа данных и кибербезопасности в нашем эфире. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Добрый день, коллеги. Проблемы с VPN. Вообще, скажите, может ли это бесконечно продолжаться? Придумываются новые VPN, диктаторский режим эти VPN через свои органы власти закрывает и делает невозможным. И так, условно, подумаешь один на другой поменять. Или все-таки есть конец у этого состязания? И может государство в один прекрасный день просто отключить все VPN в России? Только если оно отключит весь интернет. То есть, да, определенное апокалиптическое решение для россиян есть. И оно состоит в том, что интернет полностью будет изолирован. То есть, условно говоря, наличие любых средств коммуникации с внешним интернетом, если они отключатся, то, естественно, VPN им вряд ли будет нужен. Ну и второй момент, который может остановить подобную гонку, это, соответственно, полная изоляция устройств. То есть, условно говоря, запрет айфонов, андроидов и пользования только каких-то там чебурашкофонов, как только одобренных государством устройств. Либо третий момент, это вообще полное отключение любой коммуникации вне разрешенных каналов. То есть, только такие апокалиптические сценарии, потому что, учитывая особенность, что мы находимся в технологическом поле, в том, что технологии постоянно развиваются, следовательно, на любое действие всегда находится противодействие и так далее и тому подобное. Один из важных последних моментов, который начал появляться, это вот эти коробочки скорновские, которые были установлены у провайдеров, они действительно умудряются некоторые VPN-протоколы блокировать. Но если, условно говоря, появится приложение, которое будет использовать протоколы Телеграма для обмена и для переключения между VPN-серверами, то таким образом снова Роскомнадзор ничего не сможет сделать. То есть, условно говоря, на любое действие установки черных коробочек появляется противодействие, модификация протоколов и использование других технологий для связи. Да, а тут есть ли варианты и вообще какие-то возможности этого избежать, этих блокировок VPN? И вот вы упомянули, что есть, в принципе, девайсы, которые могут в этом помогать. А значит ли это, что вскоре и планшеты Apple'овские, и другие девайсы, телефоны те же будут запрещать возить в Российскую Федерацию? И если все-таки их как-то контрабандой будут завозить, это что значит? Изымать будут или до такого не дойдет? Ну, в данном случае они начали уже этот процесс, когда запретили госслужащим пользоваться технологией Apple. Apple, ихними устройствами, просто для того, чтобы, потому что они не могут их контролировать. Просто из-за того, что вы не можете их модифицировать, защита уже прописана прямо в них. Вы не можете запретить им не шифровать его и так далее и тому подобное. Поэтому они уже перешли к такой технике запрета. В то же время, учитывая, что большинство решений для обхода, оно находится на уровне программ, то есть когда вы делаете соответствующие настройки, когда вы устанавливаете соответствующие приложения и, соответственно, активация VPN для вас является технически несложной, вы совершаете буквально несколько простых действий, то пока что на этом уровне достаточно усилий для того, чтобы обходить подобные блокировки. Но я вижу вот этот тренд, когда все больше и больше будет интеграция вот такого обхода уже на уровне устройств, а не только на уровне приложений. Потому что вот этот тренд, когда в приложении устраивается VPN и средства для обхода этих блокировок, это уже около 3-4 лет есть подобный тренд. И мы уже в шаге к тому, что уже и все устройства будут подобные, подобные средства защиты уже вписываться. Наибольшее количество жалоб на блокировку VPN-сервисов в России поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Ленинградской областей, а также из Татарстана. Об этом информирует проект «На связи». Я же напомню закон, позволяющий блокировать такие сервисы в Российской Федерации. Президент Владимир Путин подписал еще в июле 2017 года. А в 2021-м Роскомнадзор начал активно бороться с VPN, которые позволяют обходить цензуру в российском сегменте интернета. Тогда в ведомстве акцентировали, что такие сервисы угрожают обходом ограничений доступа к детской порнографии, суицидальному или наркотическому, а также другому запрещенному контенту. И обещали, что ограничения якобы не затронут российские компании, использующие VPN в непрерывных технологических процессах. Но и получается, что теперь и им тоже будет запрещаться. Кстати, те, которые используют VPN, это если даже мы каждый день обсуждаем тему того, как репрессии, в принципе, происходят в Российской Федерации, как преследуют обыкновенных российских граждан, которые размещают те или иные посты в социальных сетях, которые запрещены уже законом, но через VPN ими пользуются. Вот мне интересно, кто их отслеживает, еще и потом предъявляют по статьям, то ли дискриминация российской армии, или кто против войны и так далее. Еще по, я так понимаю, и полицейские, да, там какая-то киберполиция, все-таки заходят, тоже сами пользуются VPN. Как это все происходит, и кому теперь совсем им невозможно будет пользоваться VPN? Как это технически возможно, в принципе, сделать? Смотрите, в любом тоталитарном государстве есть одна яркая черта на таком технологическом уровне, что когда я устанавливаю запрет, то этот запрет касается холопов, то есть определенной социальной группы, но он не касается тех, кому я разрешаю пользоваться запрещенными вещами. Если вы реально детально смотрели вот эту историю СРСР, то вы могли бы, вы бы могли, к примеру, заметить, что там есть вот такие магазины «Березка», то есть в целом это запрещено, но есть нечто, что кому-то я это разрешаю. С технологическими сервисами происходит точно так же. Получается, что они действительно много пользуются подобными запрещенными, казалось бы, сетями, но в то же время они, поймите правильно, для того, чтобы знать, что вы заходите в эти сети, для того, чтобы их читать, не обязательно, собственно, в них прямо заходить. Вот, учитывая, что вот эти коробочки у провайдера установлены, они не просто блокируют, понимаете, они еще отслеживают этот трафик, то есть они показывают, на какой ресурс вы заходите, какой текст вы передали, какой файл вы передали, то есть оно анализирует трафик, который передается, и это позволяет, условно говоря, понимать, куда нужно полицейскому смотреть уже со своим включенным VPN. То есть в данном случае мы имеем две такие характеристики, что для определенной части населения разрешен, если они находятся близко возле власти, а для тех, кто находится подальше от власти, им запрещены любые технические новшества, и, соответственно, на них накладываются запреты. А второй очень важный момент, что это система слежки, которую они установили, и она направлена не только на блокирование, но и на выявление. И, следовательно, получается, что даже если кто-то с совестью пытается просто донести хоть минимальную правду о том, что находится, либо хочет вообще узнать, что вообще происходит в мире, мимо вот этой пропаганды, то оказывается, что для него это настоящий технологический вызов, и ему приходится внимательно вносить эти настройки, внимательно пользоваться этими приложениями, чтобы это не вернулось ему каким-то криминальным делом, либо еще какой-то неприятностью. — Скажите, Михаил, всегда же, знаете, когда говорим о интернет-технологиях, о цензуре в интернете, всегда есть такой эталонный пример, это китайский пример, как Китай, который в этом смысле впереди других стран по контролю за интернетом. Как они решают вопрос с этим VPN? Потому что все-таки Россия очень, даже, мне кажется, не то, что копирует, а напрямую заимствует китайский опыт в этой сфере. Расскажите немного об этом, как, в принципе, с этими технологиями обхода запретов борются вот в других странах с тоталитарными режимами. — Китае наиболее эффективно удалось им это все поставить на поток, потому что если другие страны просто принимают радикальное решение тотального отключения, то Китай довольно тонко подходит к этому вопросу. Во-первых, он не пытается тотально все отключить, он делает это избирательно. Если мы говорим о VPN, о каких-то технических сервисах, то он, условно говоря, делает это подключение очень медленным. То есть вы можете достучаться до Фейсбука, до Gmail, до Google сервисов, находясь в Китае, но это будет очень неудобно, очень медленно. То есть они решили ударить не по тому, чтобы полностью отключить подобные возможности, а чтобы усложнить и сделать некомфортным пользование подобными сервисами. Это первый момент, который явно отличает вот этот тоталитарный подход от отключения рубильника. Второй момент, который они сделали, это то, что они ограничили доступ к информации только для той категории населения, которая, условно говоря, более склонна к протестным настроениям. То есть, условно, если обычный китайский гражданин не сможет зайти в Google, не сможет пользоваться YouTube, любыми западных сервисами, то, к примеру, если ты профессор в университете, если ты принадлежишь какой-то другой социальной группе, более высокой, то для тебя этот запрет будет очень мягким, и, соответственно, ты будешь даже иметь доступ к этим вещам, особенно если ты работаешь на государство. То есть в данном случае вместо того, чтобы вводить тотальный запрет, этот запрет очень сегментирован, и таким образом они получают возможность и изучать западные технологии, потому что доступ к ним получают те люди, которые, соответственно, занимаются изучением этих технологий, изучением западного мира. Тогда как для остальных это действует уже тотальный запрет и создание неудобств у пользования этих сервисов. Этот подход показал себя более эффективным, чем тотальное отключение рубильника. Когда вы отключаете рубильник, люди находят способы его обходить. Если вам неудобно пользоваться сервисом, вы сами перестанете им пользоваться. Но все равно стоит помнить, что VPN — это все-таки безопасные сервисы, и поэтому не стоит гражданам России об этом сильно беспокоиться и находить способы все-таки пользоваться им. Спасибо вам большое. Михаил Кольцов, консультант Всемирного банка в сфере анализа данных и кибербезопасности, был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова